привет привет когда не жалуюсь как у тебя то что хорошо что обсуждаясь в лет я да просто сижу поздравляю молодых дам с 14 февраля а что чтобы знаешь вдруг у них это только здесь для поздравлений да стриме что нет нет просто так вообще с разными интересными людьми общаюсь бывало достаточно много за сегодня ну какую последнюю тему обсуждали интересную общался с типом который пять лет назад переехал в сша обсуждали как у него там с работой менталитет как вообще живется сша из интересного ну что он рассказывал интересного что интересно да про русский квартал рассказывал про то что живет в вашингтоне фильмы смотрит в оригинале английский за пять лет быстро подтянул так просто болтали прикольный мужик понятно но как-то очень много людей вот конкретно вот знаешь вот эта кнопка страна я поставил сша так чисто пообщаться на английском потренировать так сказать навыки очень много встречал что русских что украинцев которые переехали в сша всех разные мнения по поводу чего разное мнение ну я понимаю к чему ты пытаешься подвести практически очевидно разные мнения насчет жизни в сша и тому как ну типа нам заметно кто как кто приспосабливается кто борется вот так вот можно сказать ну а как ты относишься к тому что сегодня с сша и россия но это по сути страны которые как-то я хожу на учебу пытаюсь получить диплом потом на работу пока что живу обычной жизнью собираешься уезжать из россии мне все нравится в принципе пока что подожмет уеду а если не будет возможности сейчас же как оно в россии происходит вот уже сегодня многим невозможно выезжать то есть есть уже есть люди да есть категория людей которые уже не могут выезжать россии а если будет так что полностью закроют границы скажут все пока выезжать нельзя на военные на военные рельсы ставится страна вся и так дальше и что тогда будет что будет или что буду делать я да ну что будет с тобой или что ты будешь делать свалю в деревню в деревне не найду да как минимум не так быстро а начнут искать там как сложится то есть типа заберут так заберут не заберут так не заберут вообще срать такой вопрос тебе есть а вот как ты относишься к тому что сегодня россию считают вот таким фашистским государством тоже по ну типа мне то что но ты себя отожестляешь с россией с российским населением и так дальше что еще раз делаем ты себя отожестляешь с россией с российским населением российская политика например то что сегодня делает россия на международной арене и на чужих территориях у меня три долга в политехе это единственное что меня пока что волнует на учебе остальное пусть сама своим чередом ты знаешь что есть мнение я слышал это мнение я не знаю насколько оно правдивое но то что я слышал я тебе сейчас скажу есть менее что в университетах даны такие указы что если человек не справляется и не вытягивает чтобы его не не поднимали а исключали для того чтобы можно было его забрать вот как ты относишься к этому вот это я тоже слышал на эту тему кстати да я немножко волнуюсь что-то такое слышал но какого-то подтверждения я пока что не знаю ну может быть там где ты находишь ты наверно или в москва или сам петербург да там может быть Питер да а вот в городах поменьше я думаю что там эта практика уже есть не знаю я сам из города поменьше но вот типа те кто мои друзья остались там у которых типа да с проблему проблему с учебой но учатся их вытягивают но у тебя есть знакомые или родственники которые находятся уже на или еще нет да знакомые есть но я с ними познакомился когда они уже там были или когда они туда вернулись ну что они тебе рассказывают что там происходит то что рассказывали вот двое типов два танкиста они шли на харьковском направлении говорят что да мы особо на эту тему не разговаривали то есть типа я вообще не люблю на эту тему разговаривать я играю в игры общаясь с людьми это все что как бы меня интересует а те кто затрагивает то есть ты сидишь как ты начал отдохнуть а он начинает затрагивать политику ну и ты понимаешь что это не самый умный человек объективно то есть те люди которые думают то есть люди которые думают о политике или затрагивают политику они не самые умные нет почему я так не сказал я сказал о том что те люди которые затрагивают политику в играх то есть вот условно заходишь в онлайн шутер и с тобой попадается вот условно команда там два русских там два украинца и на самом деле объективно из процентов 70, что вот как у меня встречалось на моем опыте, да ладно не 70, процентов 50, наверное, украинцев попадались адекватные, 50 процентов украинцев попадались неадекватные, которые сразу начинают, типа, орать, да еще какую-то хуйню высирать, ну и портить настроение от игры. То есть они заходят в игру и начинают срать насчет политики. Я считаю это неправильно. Ну смотри, вот ты играешь в игру, да, тебя ничего не интересует, а люди тоже хотят играть в игру, хотят развиваться, и они понимают, что твоя страна не дает им это делать. Они тоже бы хотели так же, как ты, сидеть, не думать про то, что происходит у них в стране, да, что какие-то ракеты летят на их головы, или сидеть в бомбоубежище, или когда он играет в игру, у него свет отключают, потому что Россия запустила очередную ракету. И вот они после этого заходят, хоть немножко отвлечься, я могу это представить себе, да, они могут зайти в какую-то игру, поиграть, и естественно, у них те же эмоции, с которыми они входят туда. Разве нельзя понять таких людей? Возможно, можно, но мне больше ближе люди, которые заходят и такие, ну, ты, типа, адекватный, ты не орешь там что-то про Путина или про войну, поэтому, типа, будет нормально общаться. А те, кто заходят и сразу начинают орать, да что это они там орут, я даже не знаю. Просто начинают орать всякую хуйню и портить настроение игру, когда самим же. Было бы лучше, если бы не было этой херни. А как тебе кажется, как тебе кажется, вот если бы не зашли, начинали орать, ты бы сказал, слушай, я понимаю, что происходит, мне не нравится, что моя страна делает, мне очень стыдно за то, что моя страна делает. А как тебе кажется? Нет, я не скажу. Почему? Ну, это неправильно, по-моему. Сказать такое, то есть сказать правду, это неправильно? Ну, осуждать страну, в которой живешь, срать на нее, в которой ты живешь, мне кажется, это неверно. Да и вообще как-то надо хуй на что ответить вообще, какая политика. У меня три долга в политехе. Нет, ну смотри, ты говоришь о стране, получается, как ты берешь власть и говоришь так, что власть это и есть страна. Да, то есть, если власть делает что-то не так... Сейчас, можно одну секунду буквально? Сейчас, на 10 секунд. Хорошо. Сейчас, секунду. У меня друг политик, ему захотелось с вами поговорить. Вы не против? Да нет, конечно, пусть. Подходит, поговорим. Вот. Готов обсудить эту тему. Я не буду показывать лицо, потому что мне вообще комментировать нельзя у нас это запрещено. Но там, где я учусь, на самом-то деле. Но я вот проходящий практику в органах. Ну как, я не в органах, там, место самоуправления и так далее. Я в основном в судебные органы и органы, отвечающие за надзор. Вот. Какой вопрос обсудим? Я спрашивал от вашего товарища о том, что он говорит, зачем я должен про это говорить, все-таки это же моя страна, как я могу мою страну осуждать и все. Так я задал такой вопрос, что разве власть — это и есть страна? Разве правильно или неправильно, если ты обсуждаешь свою власть, если она делает что-то не так? Если ты, например, не согласен с тем, что делает твоя власть, почему ты не можешь открыто об этом сказать? Почему ты должен говорить о том, что если я говорю что-то плохое про свою власть, которая делает что-то не так, то этим самым я передаю свою страну? Нет, почему? Типа, мне не у каждого свое. Типа, вот мне нету смысла, например, вот что-то говорить против своей страны, в которой я живу, потому что меня это вообще никак не затрагивает. Политика меня, например, затрагивает, потому что я в этой сфере общаюсь с людьми, которые там и так далее. Но вот как-то затрагивать свою страну и говорить про нее плохое, я не вижу смысла, потому что мне она ничего плохого не делает. Я выполняю свой как гражданский долг, так и как бы у меня воинская присяга из-за этого. Смотрите, вот вы говорите, я не затрагиваю ничего. Вот если вам говорят, вот тебе, скажем, автомат и вперед, иди. А вы говорите, ну, своей власти, я так и аж не хочу идти. А вам говорят, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Потому что власть это и есть страна. И ты должен постоянно подчиняться тому, что тебе говорит твоя власть. То есть вы считаете, что это правильно, что так и должно быть? Я, я скажу лично на своем примере, я давал присягу, у меня есть военный билет, и я давал присягу. Я когда сдавал присягу, я сказал, что я буду выполнять любые приказы. Я пойду без проблем. Хорошо. А существует ли такое в России понятие, как преступные приказы? Преступные приказы, да, есть. А как вы определяете, где преступный приказ, а где неприступный приказ? Существуют нормативно-правовые акты, которые, например, вот та же самая специальная военная операция, они расширивают полномочия обычных законодательных императив, которые дают большую власть. То есть, ну, например, вот вы затронули тему власти. Вообще само понятие государства везде трактуется по-разному, в любом учебнике везде трактуется по-разному. И все говорят по-разному. То есть, нас как учили, то, что ты можешь сказать, то, что, например, как говорил товарищ Ленин, то, что государство — это когда класс господствующий унижает класс менее значительный. И это будет правильное определение. То есть, у каждого свое определение государства. И одна из того, чего состоит государство, это как бы власть и верховенство. Ну, ладно, про верховенство я не буду говорить, потому что по-разному, в зависимости от законодательства. Но вот, например, то же самое государство, у него есть определенные свойства. Одно из которых — это как раз-таки... Сейчас вспомню. Ну, короче, насильственная власть. То есть, тот же самый закон, когда вводится, любой закон, он предполагает не только запрет, он и предполагает свободу. Хорошо, скажите, а у народа должны быть права? Вот народ имеет права? Да, но любое право должно ограничиваться. Кем ограничено? Я не помню, кто из американских политиков сказал, но это можно даже загуглить. Я, возможно, скажу не точно, но я попробую сейчас вспомнить точно то, что он выступал в Конгрессе с США. Это когда только Америка образовывалась и вообще обсуждали права человека. Была такая очень хорошая фраза, она из-за этого мне и запомнилась, то, что мое право размахивать руками должно заканчиваться там, где ваш нос. То есть, это очень хороший пример, но только что мои права должны ограничиться. То есть, ваши права заканчиваются там, где начинаются мои права. Да, все правильно. А имеет ли право народ на восстание? И при каких случаях? Странный вопрос. Вообще, ну, по законодательству нельзя. По какому законодательству? Где написано? Оно имеет, смотрите, само как бы, ну, любой мятеж, назовем это так, да, любой переворот власти, он как-то, ну, в законодательных нормативах прописан. Само понятие, что это обозначает, чтобы если что, можно было там человек, например, засудить. То есть, если это под это подходит, то как бы можно и засудить, потому что как бы само государство не ходит. Это же гигантская машина. А если уже это произошло? Которая работает благодаря... А если это уже произошло? Что? Ну, переворот вы имеете в виду. Да, вот смотрите, в 1993 году, да, законодательная власть в России, да, то есть осудила Ельцина и, в принципе, выдала, значит, постановление. После чего Ельцин, значит, мобилизовал общество, были залпы из танка по Белому дому, было самое настоящее свержение легитимной власти, но при этом, что произошло дальше, мы знаем. Получается, по вашей логике, сегодня Путин является нелегитимным президентом. Так как он пришел в власти после... Вопрос легитимности на народе и население страны, которое находится на территории государства. Если государство обозначило свои границы и население, которое находится на территории этого государства, проголосовало за действующее правительство, то оно является легитимным. Так распустил Ельцин его, это правительство. Он не имел права этого сделать, а он его распустил. То есть люди, за которые голосовал народ, российский, этих людей всех распустили по приказу Ельцина, то, что он не имел права сделать. Я точно не помню Мы сейчас проходит про 93-й, верно? Да Мы сейчас говорим про августский путь, правильно? Нет, нет, нет До этого, да В 91-м году появилась такая новая страна Под названием Российская Федерация Точно так же, как и остальные 15 республик Которые получили свою независимость Вот такой вопрос к вам Министерство обороны в России или министерство нападения? В министерство обороны То есть каждый человек, который давал присягу, включая вас То есть вы давали присягу на то, что вы будете защищать свои границы Что вы будете в случае чего вести оборону своей страны Для того, чтобы кто-то не мог там вести захватнические войны и так дальше, правильно? Если грубо говорить, то да Вот если бы на Российскую Федерацию кто-то напал И жители России, да, мобилизировались Сказали, что мы будем защищать нашу страну Это было бы все понятно Вот у меня вопрос к вам такой Тогда почему же россияне имеют какие-то претензии к Украине Которые по-настоящему сегодня находятся в обороне Они не нападали, напали на них Я вот лично претензий никаких не имею Я не знаю, про какие вы именно претензии на самом-то деле Потому что... Путин говорит, мы идем делать, значит, деноцификацию, демилитаризацию Украины Ее придумал Ленин Вообще русские и украинцы это один народ Ну весь этот, скажем так, набор слов Монолог, скажем Но Я вообще не понимаю, к чему вопрос о том То, что, ну вот, как это связано Потому что приказы Приказы, есть понятие, приказы не обсуждаются Даже преступные Вам завтра скажут Расстрелять своего родственника какого-то Вы это сделаете? Вам прикажут В зависимости от ситуации То есть при какой-то ситуации Вы готовы будете, скажем, застрелить свою маму? В зависимости от ситуации Понятно Такой вопрос к вам тогда Вот скажите, что нужно сделать для того, чтобы остановить Вот эту войну, которая сегодня есть между Украиной и Россией? Что нужно сделать? Ну трудный вопрос Потому что я не по политике Ну как я до этого и сказал Я больше по судебной ветви власти Никак не в международных конфликтах Ну а что тут сделаешь? Ну стол переговоров Ну никак не помогает Силой только это все вот пытаются решить Вообще вот честно скажу Без понятия, как это можно прикрыть Ну смотрите, я вам по-другому вопрос поставлю Вот была война в Афганистане Вы помните Была война в Афганистане Сколько лет она длилась, да? Афганистан это не такая страна, как Украина Но если даже брать со стороны технологии Со стороны развития, да? И со стороны именно той помощи Которую получает Украина И в Афганистане выиграть войну не удалось Ни Советскому Союзу, ни России Понимаете? Не получилось этого И вот сегодня в Украине уже прошел год Нету ни демилитаризации, ни денсификации То есть никакие заявленные цели не были выполнены А у Украины изначально оружие было намного меньше, чем сегодня То есть она получает оружие по нарастанию У России этого оружия становится меньше А у Украины этого оружия становится больше Поэтому вопрос о том, что нужно как-то договариваться Он стоит всегда, каждодневно Но есть четкие позиции Вот, например, Украина говорит Мы не нападали на Россию Нам не нужны российские территории Мы хотим находиться в наших границах Мы хотим уважения к нашей стране И признание ее границ И суверенитета И все это заканчивается Что должна Украина сделать Для того, чтобы это все закончить? У вас нету, да, никакого рецепта? Вообще нет Ну вот, если смотреть на ситуацию Ну вот, с двух сторон Как, ну, адекватные люди делают Одни считают себя правыми Другие считают себя правыми Проблема в том, что не те, не те Типа, как бы ни говорили То, что давайте сядем за переговоры Все понимают то, что цели у всех разные И они в этом очень маловероятно Что сойдутся и договорятся Типа, в любом случае Скорее всего, в большинстве случаев И большой процент того То, что все равно будет решаться Силовым путем Как сейчас и происходит Ну сейчас, как показывает уже Вот этот год, то, что прошел Да, он показывает то, что Украинцы способны Забирать все свои территории обратно То есть, вот сначала С Киевщины их выгнали Значит, да, потом это была Черниговская, Субская область Был остров Змеиный Крейсер Москва пошел ко дну, да Был освобожден Херсон Опять же таки, да И вот это все длится уже год И нет больших каких-то побед у России То есть, уже люди, которые военные Генералы и так дальше Уже примерно понимают К чему это все движется Они понимают, что это невозможно выиграть То есть, если в Афганистане Не было возможности этого То в Украине подавно Потому что такой помощи Которую сегодня получает Украина Не получала ни одна страна С конца, значит, Второй мировой войны Понимаете? Вы задумывались, почему сегодня Вот Украине помогают, да И международное сообщество Поддерживает Украину Вот есть резолюция, например, да От 22-го года Где 141 страна, 141 страна И там не только НАТО и Европа А много других стран Из 193 страны 141 проголосовала В поддержку Украины Против агрессии России И только 4 страны Ну плюс Россия 5, да Которые поддержали Россию Вот как вам кажется Это странность? Или почему так происходит? Почему Украине сегодня Помогают и поддерживают ее А России нет? Вообще, на самом деле Мне на такие вопросы Трудно отвечать Потому что я В душе не чаю Что там происходит В политике Я сижу уже В новостной блокаде Ну просто из новостей вышел Чтобы не следить Потому что работы много И так далее Вот Типа я вообще Без информации Сижу уже, наверное, где-то Месяца Наверное, с Нового года Типа Почему так происходит? Значит, где-то кому-то Что-то выгодно Потому что Если не выгодно Никто помогать Другому не будет Всем надо что-то Типа никто Просто так помогать Не будет Так было всегда Типа эта история Хорошо Никто друг другу Не помогал просто Хорошо Да, я с вами соглашусь Ну я не скажу Что там прямо Конкретная такая выгода Да Есть моменты Которые выгодны Разным странам Помимо того Что есть, скажем Эмпатия Один к другому Помимо того Что есть Разные чувства Сострадания Они понимают Что, например На слабого Напал более сильный И так дальше То помимо этого Естественно Есть интересы Каждой страны Каждая страна В ее интересах Что было именно так Как сейчас Вот международное сообщество Живет По тем правилам Которые Были утверждены Мировым сообществом ВООН Скажем Вы знаете, да Что такое Организация Объединенных наций Где есть Россия Да Вы знаете Почему Страны поддерживают Помимо Выгодно Помимо Эмпатии И так дальше Именно потому Что страны Говорят Что нам Для нас Более безопасно Жить И находиться В условиях Международного права Которое Уже Выстроенное И есть Потому что Если сейчас Все изменить Поменять Да И нарушать То тогда Войны не закончатся Никогда Тогда каждая страна Любая Сможет делать То же самое И говорить А вот эти части территории Были когда-то наши И начинает войну Понимаете И тогда войны Будут между всеми странами А сегодня В 21 веке Человечество дошло до того Что страны Которые между собой Воевали веками Сегодня не имеют границ Например Евросоюз Если вы посмотрите Страны в Евросоюзе Они же между собой Все когда-то Как-то с кем-то воевали А сегодня Обмениваются знаниями Делают так Чтобы человечество Еще быстрее прыгало В своем развитии Разрабатывают вместе Лекарства Совместные предприятия И так дальше Я не знаю Вот вы знакомы С такой Резолюцией Он 74 года Которая называется 33-14 Это определение Агрессии И вот если вы Скорее Нет Вот я вам рекомендую После нашего с вами Диалога Пойдите Зайдите в Яндекс Напишите Резолюция 33-14 Почитайте ее А потом Выйдите и Почитайте Резолюцию От 2 марта 22 года Про российскую Агрессию И вы тогда поймете Почему те страны Остальные Поддерживают Именно Украину Именно на основании Этих Резолюций Там Дается Четкое Определение Что такое Агрессия И эта Агрессия Может быть Оправдана Она может Объясняться Чем-то Вот Она мне Нравится Вот это Это все Не оправдывает Эту Агрессию И говорится О том Почему Эта Резолюция Есть Для чего Она нужна И что Эту резолюцию Нужно соблюдать Причем Когда была Резолюция По отношению К России Вы же знаете Что есть Например Документы Которые Когда Документ Какое-то Постановление Есть Какое-то Документ Там Говорится Что Этот документ Служит Рекомендательным Характером И не следует К исполнению В данном случае Резолюция От 2 марта 22 года Это резолюция С требованием То есть Резолюция Которая Говорит Потому что Это является Агрессией Вот если Вот мы Сейчас Начали Про Документы Вот такие Вот говорить Я вообще Ну В принципе Поскольку Работаю С этим Всем Могу Сказать То что Любой Документ Был Написан Именно Вот Конкретным Слоем Людей То есть Не было Такое То что Взяли Людей Вот оттуда Оттуда С разными Мнениями И которые Написали Там Определенные Определения Чего Нет Нет Резолюция 74 года Она писалась Очень много Лет И ее Не утверждали Очень много Лет Причем Советский Союз Неоднократно Хотел Чтобы эта Резолюция Появилась И Над этой Резолюцией Работало Много Стран Это не Работал Там Какой-то Один Два Или Три Человека Это Очень Много Работал Людей Умных Юристов И так Дальше Людей Международников Которые Знают Что это Такое И Это Было Выгодно Всем Странам Почему Хотели Создать Эту Резолюцию Именно Для Того Чтобы В Будущем Это Не Повторялось Чтобы Было Четкое Определение Агрессии Для Того Чтобы В Случай Чего Можно Было Осудить Агрессора И Помогать Тем Странам На Которых Напал Агрессор Именно Для Этого Эта Резолюция И Появилась Так Я Извиняюсь А я Забыл А к Чему Вот Это Все Это Какой Вопрос Был Я Спросил Как Столько Стран Поддерживают Именно Украину А не Россию Россию Поддержала Всего Четыре Страны Ну И Плюс Россия У У меня Есть К этому Своя Теория Потому Что Я Опять Могу Только Теории Говорить Потому Что Ничего Сам Не Знаю Одно Из Важнейших Это То Что У нас Давно Не Происходило Такой Скажем Масштабного Конфликта Не буду Говорить Компании Скажу Именно Конфликта Такого Масштабного Чтобы Страны Смогли Испытать То же Самое Новое Вооружение Потому Что Новое Вооружение Ну Типа Оно Делается И Одно Из Эти Это Конфликты Которые Появлялись И У нас Уже Сколько Лет Подряд Не Было Такого Чтобы Мирное Время Вообще Везде Было Смотрите Я В чем Могу Согласиться С вами Что Когда Уже Конфликт Идет Естественно Страны Многие Могут Испытывать Или Использовать Какое-то Оружие Для того Чтобы Понимать Как Оно Работает На поле Боя Это В России Это Путин Должен Был Отдать Приказ Если Вы Про Это Говорите Путин Тоже Знает Правильно Он Должен Был Понимать Что Если Начнется Такой Конфликт То Это Будет Очень Большая Мясорубка Но Если Он Умный Человек Хотя Сомневаюсь В По План И Все Планы Которые Были Сказаны Путином Они Не Могут Быть Выполнены Не Знаю Насчет То Что Все По План Или Нет Потому Что Когда Я Общался С Человеком Из Совета Безопасности Который В одном Из Комитетов Состоит Не Помню В каком Брать Даже Не Буду Он Когда Там же Совет Безопасности Как Состоит Там Много Но Их Приглашают На Слушание И так Далее Там Очень Много Умных Людей Сидит В основном Очень Много Хороших Юристов Которых Я даже Знаю Некоторых Которые Очень Хорошо Говорили Про Ситуацию В самом Начале И Я Помню Когда Только Это Все Началось Если Не Ошибись 24 Февраля Да Да Скоро Год Ужас Вообще Когда Начался Весь Конфликт Я Помню Как У нас На Это Отреагировали Вообще В отделениях И так Далее Все Типа Сидели Такие А че Это Вот У нас Просто В той Сфере Где Я работаю У нас Все Военно Обязаны В основном Потому Что С военными Мы связаны И Все Сидели Такие И думали А че Будет А вот Не знаем Че Будет И Вообще Говорить Про то Что Идет Все по плану Или нет Вот Например Говорили То Что У нас Многие Бизнесы Разрушатся Но Я Сам Знаю На Примере Знакомых Ну И Я Это Вижу И Так У нас Очень Хорошо Вырос Я Не буду Сейчас Трактовками Говорить Я Скажу Как Это Принято В Народе Малый Средний Бизнес Потому Что По Факту Малый Это И Средний Вот Они Очень Хорошо Выросли Из-за Этой Ситуации Потому Что У нас Многие Компании Которые Ушли Остались Сотрудники Те же Самые Вы Хотели Сказать Про Передел Рынка Внутри России Но Дело В том Что Передел Мира Вот Именно Передел Рынка Те Компании Которые Вышли Их место Заняли Внутренние Компании И пытаются Что-то Делать Смотрите Дело В том Что Можно Видеть Статистику Рыночную Статистику ВВП России И так Дальше То Россия Каждым Месяцем Становится Все Хуже 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 И Хуже Вы Знаете Что Было Например В 90 Годах Я Вам Сейчас Объясню Многие Люди Сегодня Которые Зарабатывали В инстаграме Вот Я Такой Примитивный Пример Вам Дам Они Зарабатывали В инстаграме Сегодня Американская Компания Да И Что Происходит Вот Эти Люди Они Зажгли Тоже Чем То Заниматься Эти Люди Пойдут В Другие Бизнесы Они Начнут Наступать На Ноги Тем Которые Уже Находятся Там И Как Было В 90 Годах Два Магазина Стоит Третий Хочет Поставить Свой Ларек Условно Говоря Ему Подходит Ты Не Можешь Потому Что Здесь Достаточно Двоих Рынок России Очень Маленький Внутренний И Если Этот Рынок Не Растается За Пределы России То Через Какой То Момент Все равно Начнется Стагнаться А потом Начнет Все Падать Знаете Как Домино Когда Толкаешь Все Падает И Рассыпается Просто Для Этого Вы Знаете Представьте Себе Я Примитивно Скажу Когда Вы Фигурки Домино Выстроили И Каждый По Одной Вытаскивает Оно Возьмет Какое-то Время Пока Упадет Но В конечном Итоге Все равно Упадет Это То Что Сейчас Происходит В России Вот Эта Пирамидка Выстроена За 30 Лет Эту Страну То есть Россию Интегрировали В Западный Мир Очень Много Денег Получила Россия От Продажи Нефти Газа И Остальной Таблицы Скажем Так Условно Менделеева Да Но Сейчас Это Все Закончилось И Постепенно Скажем Днем Оно Просто Постепенно Происходит Но Когда Это Будет Падать Очень Сильно Очень Громко И Очень Больно И Если Сейчас Ничего В России Не Изменить И Не Изменится То Это Обязательно Произойдет Вопрос Только Времени Те Люди Которые Занимаются Бизнесом Они Прекрасно Понимают Что Чему И Все Движется Как То Так Ну Вообще Вот Если Вот Посмотреть На Историю Вот Как Я Помню Может Быть Вы Приведете Какой То Пример Но Любой Тоже Самый Крах Экономики Его Если Предсказывали То Никто В Это Не Верил И Он Случался Всегда Неожиданно А Нет Вру Вру Был Это Это С Германией Перед Второй Мирал У них Экономики Был Вру Нет Было Было Да Если Вы Посмотрите Советский Союз Это Была Огромная Машина Очень Большая Она Была Намного Сильнее Чем Сегодняшняя Россия В своей Мощи На тот Момент Советский Союз Действительно Мог Каким То Образом Ну Не Во Всем Конечно Конкурировать Со Соединенными Штатами Да Сегодня Россия Слабее Если Вы Посмотрите Просто Вбейте В ютуб Буквально Перед Развалом Распадом Советского Союза Дикторы Советские Выступали О том И говорили О том Что Советский Союз Никогда Не Распадется Потому Что У нас Большая Экономика У нас Очень Все Стабильно А Американская Валюта Скоро Рассыпется Потому Что Она Ничем Не Подкреплена Так Вот К чему Все Пришло Буквально Через Год Сегодня Уже Все Знают Понимаете А тогда Уже Было Видно К чему Движется Вся Эта История С Советским Союзом Оно Просто Взяло Достаточно Много Времени Но Дело В том Что Когда Ты Выстраиваешь Свою Экономику Только Внутри Себя Очень Сложно Развиваться Как Происходит Развитие Мировое При Потому что Каждый Человек Хочет Дать Что-то Лучшее А теперь Представьте Все остается В России За рубежом Этот толчок Продолжает Двигаться То есть Весь этот Круговорот Идеи Развития И так Дальше Еще один Огромный Минус В России Почему Сложно В России Развиваться Потому что В России Подавляют Личность Человека Потому что Ущемляются Права Человека Когда Человеку Говорят Ты такой И ты Не можешь Быть Таким Человек Ну хорошо Тогда Я уехал В Америку И начинает Создавать Там Чем больше Свобод Открывается В стране Тем больше И быстрее Получается Развитие У этой Страны Это прописная Истина Которая Не может Быть Можно Я вас Остановлю Можно Я вас Остановлю А вы Просто Сказали Про Ущемление Прав А можно Пример Хорошо Просто Интересно Пример Например Человек Говорит Я хочу Заниматься Нефтеперерабатывающими Какими-то Продуктами Или что-то делать А ему говорят В этом рынке Есть только Те люди Которые находятся Вокруг Кремля Ты не можешь Туда Зайти Это государственная Монополия Понимаете Второй вариант Человек говорит Я нетрадиционной Ориентации Я хочу Высказывать То И заявлять Об этом Открыто Ему говорят Ты не можешь А если будешь Что-то выступать То мы тебя В тюрьму посадим Условно говоря Человек говорит Ну раз так Я уехал Он уезжает Скажем Во Францию И начинает делать Какие-то новые технологии Делать какие-то Новые разработки И начинает создавать Там Потому что В его стране Ему не дают Это делать Ему говорят Ты не имеешь права Потому что Ты другой Ты не такой Как все Понимаете О чем я Чем больше прав Человек получает В стране Тем больше Он готов Давать Для этой страны Вот например В Советском Союзе Знаете Как личность Человека унижалась Ему говорили Ты такой же Как и все Не выпячивай себя Ты не можешь Быть лучше Чем кто-то Или например Незаменимых людей Нет Да говорили Как ты можешь Заменить Например Эйнштейна Или как ты можешь Заменить Выдающихся Композиторов Или каких-то Архитекторов Знаменитых Эти люди Вот их Поэтому так мало Потому что Эти люди Они в сознании По-другому мыслят Они по-другому Думают Понимаете И вот Каждая страна Должна таких людей Наоборот Поощрять И поднимать их Помогать им Например Был такой В России Павел Дуров Который создал Вконтакте Которая в принципе Была очень успешная Компания Правильно И разработчики Это были В России И что с ним стало Как только Ему сказали Ты должен Должен сделать Вот это Вот это И вот это Потому что Власть так хочет И он вынужден Был уехать Забрали у него Компанию И он Открыл новую И теперь Эта новая компания Круче Чем Вконтакте Понимаете И это же Очень показательно Это очень показательно Потому что Сегодня Телеграм Намного круче Чем Вконтакте Посмотрите Насчет Вконтакте Я готов с вами Поспорить Я в Шестнадцатом году Я Прежде чем Определиться С тем Куда пойду В какую сферу Я Был в IT И я был Тестировщиком Вконтакте И я помню Как у нас Вообще Реагировали Вот Уже вроде бы Дурова не было И Прикол был в том То что Компания Не получала Вообще В принципе Почти доход Она работала Либо в минус Либо в ноль И это Не устраивало Вообще Никого А сейчас Когда ее Выкупил Один из Собственников Сначала Шестьдесят процентов Ладно Не буду про проценты Говорить Я честно Не помню Но он ее Полностью Выкупил И просто Поставил ее На чуть-чуть Другие рельсы И она нормально Работает Ее не знают Вконтакте Не знают Дело в том Что Телеграм Знают во всем мире Это бренд А вконтакте Это внутреннего Пользования Компания Которую поддерживают Олигархи Условно говоря Понимаете Но если примитивно Представьте Если я захожу В компанию Вконтакте Вот она никакая Она не дает доход И я в нее Кладу Условно говоря Там Десять миллиардов долларов То естественно Люди Которые работают там Они будут ощущать Это На зарплатах своих И так дальше Потому что Пошло вливание денег В нее Но дело в том Что все равно К чему все пришло Эта компания Сегодня не рукопожатная Вконтакте Понимаете В мировом аспекте А телеграм Сегодня знает Весь мир Вот вам и весь ответ А все почему Потому что Человеку сказали Как он должен Работать Что он должен делать И начали ущемляться Его права Внутри России Понимаете Чем больше Получает человек прав Тем больше он Хочет создавать Ну Насчет того Что чем больше прав Чем больше он Хочет создавать Я не знаю Давайте по другому вопросу Смотрите Назовите мне страну Вот смотрите Все что сегодня Вас окружает Создается именно Этими демократическими Либеральными Странами В которых соблюдаются Права человека Ну как это возможно То есть это Соединенные Штаты Это Европа Канада Австралия Южная Корея Япония Израиль Понимаете о чем я Да Вот назовите мне страну Где ущемляются Права человека И где есть столько всего Что человек создает Где много чего создает Да О Сейчас Вы не против Что я Телефон возьму Я название страны Пожалуйста Пожалуйста Сейчас скажу Но Насчет того Что ущемление прав И так далее Я Тут Не согласен Потому что О Сингапур Сингапур Это Знаете как было Сингапур Это как Южная Корея Сингапур Это в принципе Приставка к западным Ценностям Весь Сингапур То что сегодня Есть в Сингапуре И развитие Этого Сингапура Произошло Именно благодаря тому Что он интегрировался В мировую экономику Сегодня даже тот же Китай Который вы сегодня знаете Он стал Китаем Только потому Что он Интегрировался В мировую Экономику В рыночную И Соединенные Штаты И остальной мир свободный, позволил Китаю развиваться. Если бы в свое время, в 90-х годах, как новой России и Китаю не дали вот так интегрироваться, то сегодня мы бы не видели развития Китая такого. И то, что говорят сегодня, Путин поднял Россию с колен, тоже бы вы не увидели. Потому что это не Путин поднял Россию с колен. Это свободный мир поднимал Россию с колен. И благодаря тому, что Россию интегрировали вот эту мировую систему, Россия стала развиваться. Потому что, я вам дам аргумент на это, если вы посмотрите всю мировую экономику на протяжении этих 30 лет, все страны поднимались, а не только Россия. Вот если бы за 30 лет все страны не поднимались, только одна Россия поднималась, вот тогда можно было сказать, что да, это Путин сделал, понимаете? Ну так, условно говоря. А так нет. Все страны, и есть страны, которые намного больше сделали, так сказать, например, тот же Китай. У Китая нет столько ресурсов, сколько есть у России. И посмотрите, Китай сегодня вторая экономика мира, а Россия это страна, которая в принципе застряла вот в этой своей коррупции и так дальше. У Китая свои проблемы, естественно, но тем не менее, поэтому Сингапур это не очень хороший пример. Сингапур наоборот показывает, что как только страна интегрируется в эту свободную модель западного мира, ну не только запада, я имею ввиду Япония, Южная Корея и так дальше, в этот свободный мир, с этого момента страна начинает развиваться. То есть вы еще раз просто показали то, что я и сказал до этого. Ну просто, как я помню, Сингапур, там вообще очень много чего запрещено, за что очень большие штрафы. Что ограничивается? Скажу то, что не запрещено, скажу то, что это ограничивается, потому что за это большие штрафы. Вот. Но вот насчет того, что вот насчет коррупции в России я со всеми не согласен, потому что я в этой сфере работаю и могу сказать то, что то, как говорят, это очень трудно. Я живу в Санкт-Петербурге, у нас с этим все хорошо. И вот я помню, когда у нас было плохо, переключилось, все хорошо, с коррупцией в России все хорошо. Ребята, вы все слышали, да? Дело в том, что Россия, вот сегодняшняя Россия в том виде, в каком она есть, это просто коррупция. Ее можно видеть везде, эту коррупцию. Потому что она сейчас прикрывается красиво, да, то есть есть такое понятие, как телефонное право, например, да. Сегодня в России есть такое понятие, что если ты не облизываешь власть, то тебя, в принципе, могут уничтожить. Тебя могут забрать сегодня все. Если ты сегодня не облизываешь власть, то тебя просто выпихнут из России. А если ты уже уехал, то тебе не дают возможность вернуться в Россию, или ты должен начинать или продолжать, как хотите, да, облизывать власть. Дело в том, что сегодняшние депутаты в России, они все получили свои кресла именно путем того, что они лояльны к власти. Сегодня отсутствует полностью конкуренция в России. Сегодня человек, который намного умнее Путина, он не сможет подойти даже близко к Кремлю, потому что это все зачищается очень быстро. Тех, которые глупее, пожалуйста, подпускают ближе, чтобы на их фоне вот эти вот, скажем так, недоразвитые мира сего Путина и его окружения выглядели в более выигрышном положении. Как-то так. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.